В Украине, как и во всем мире, в топе рейтинговых программ остаются талант-шоу. Правила простые. Люди приходят, поют, танцуют, джонглируют. Жюри говорит да или нет. Все это обязательно разбавляют историями из жизни участников и закулисными интригами. И каждую неделю телезрители с огромным интересом наблюдают за судьбой своих любимчиков. В так называемой ДНР решили от трендов не отставать. И в 2015-м, под Новый год, запустили свой проект. Всем привет! Вы смотрите первое талант-шоу в истории ДНР «Звезда Республики». Первый сезон проходил в немного странном формате. Люди просто присылали видео, иногда в плохом качестве, а телезрители голосовали в соцсетях. Но уже с первого выпуска началось. Виталий поет о Донбассе, о его защитниках. Ложились под пули жестоких безжалостных тварей. Рядовые солдаты с весна за Донецкой земли. Во втором вход пошли дети. Это глупые и жадные дети, а нам нужен мир, чтоб видеть солнце. Иногда появлялись даже иностранцы. Он приехал к нам из России. Пусть в этот мир улетают ненавистья, пусть будет мир и покой на Донбассе. Второе, третье, сейчас уже четвертый сезон стали больше похожи на стандартное талант-шоу. Например, там появилось жюри. Кастинги проходили вживую. Поднимайтесь с колен, люди русские, оберни. Я не знаю, что я пою. А зрителям рассказывали истории из жизни конкурсантов. Она сама из прифронтовой Авдеевки и, как никто другой, знает, о чем поет. Я хочу быть похожим первым на Кобзона Иосифа Давыдовича, на Олега Газманова и на Билана. В конце сезона устроили гала-концерты. На которые даже приезжали российские исполнители. Например, Юлия Чичерина спела с целым симфоническим оркестром. Тарас Тополя солист украинской группы «Антетела». Когда-то он тоже был участником одного из украинских талант-шоу, если я не ошибаюсь, почти самого первого шанса. Вопрос. Как по-вашему, есть ли шансы у этих ребят, которые выступают там, на этой звезде республики, двигаться куда-то дальше, чем местные сцены? Меня третий год подряд приглашают в союз «Наследники победы» в Москву. Я уверен, что любой талант с системной работой, с командой может достигнуть успеха, независимо от того, на какой ты территории народился и в каких ты умовах потрапил. Иное вопрос. Что эти люди, которые прошли через этот талант-шоу, будут нести свою музыку? То есть, если это идеология умовно «ополченочки», то, скажем, с такой риторикой я не думаю, что они долго протримаются и вылезут на высокую сцену в Украине, так точно, в Россию под вопросом. Потому что там она уже занята другими людьми, там уже есть Чечерина, там уже Газманов, они эту нишу заняли, народ Донбаса, они за него там борются, для них спевают. И навряд ли кто-то пустит этих молодых зерок туда, в это поле. Я не могу ничего говорить, потому что меня переполняет. Много приезжает участников из Донецка и Луганска сейчас сюда, на наши, на украинские шоу. Некоторые даже выигрывали, квартиры дарили, и у некоторых есть сольные карьеры успешные. Но есть и те, которые здесь поучаствовали, возвращаются туда-обратно. Мне кажется, мотивация может быть разной. У кого есть особистые амбиции, кто действительно спробовал в жизни тут и понимал, что он ненавидит Украину. Если ты где-то как-то в твоей голове что-то не совпадает, то ты можешь этого не выдержать и ехать туда, где тебе комфортно. Можливо, люди вертаются и тому. Можливо, из экономических вопросов. Ну, ризная мотивация может быть. А может, у него там девчина из Донецка, которую он очень любит, а вона затята Аполченка. Аполченочка моя, ты девочка. Люди сидят с разных мотивов там, и я за это не засуджу, знаешь, каждый делает свой выбор. Вот, например, дончанин Александр Попов. Или, как его помнят украинцы, Саша Доллар. Саша Доллар. Говорят, что у вас на зубах выкравированы денежные знаки, доллары. Доллары. Ага. С каким президентом? Ну, в смысле, с каким? Купюры там века. Виктор Федорович, наш президент. Осенью 2013-го фанат президента-беглеца еще пела Лондоне. Я убегу жить в Лондон, мне Донецк будет питься. Но вскоре передумал и примкнул к боевикам. Вместо клички «Доллар» получил позывной «Зубастик». Для меня «Экс-фактор» был ярким, хорошим, замечательным, праздничным воспоминанием. И я могу сравнить только с вот этим, что сейчас происходит со мной. Тоже вот так вот, на том же уровне, ты в этом первый раз участвуешь. Формат западных юмористических ночных шоу, которые тоже весьма популярны во всем мире, в так называемый ДНР пытались запустить одновременно со звездой республики. Студия с заставкой ночного города, ведущие за столом и популярные гости. Не самая удачная копия одного из самых удачных шоу. Это участник такого вокального шоу, которое называется «Экс-фактор». Когда это было? Это было 2013 год. Это Ози. Это Артем. И вместе мы дуэт «Кофе с молоком». Но то ли звезд доказалось мало, то ли политики. Шоу не продержалось и года. Мария Алипулова в жизни повидала разное. Маша, обозреватель украинских телешоу. Скажи, пожалуйста, Маш, вот ты смотрела только что мы обсуждали программу «Хорошо шоу». Как по-твоему, почему этот формат не прижился там так же, как «Звезда республики»? После просмотра «Хорошо шоу» я теперь могу действительно сказать, что я повидала разное. Прямо разное. Я думаю, что проблема в том, что, во-первых, юмор, а это как бы в первую очередь, там, да, лейт-найт шоу, это юмористический контент. Это такая штука, которая неостановима. Ну, то есть, когда ты начинаешь о чем-то шутить, ты начнешь шутить обо всем, что вокруг тебя. А начать шутить о том, что происходит в так называемых ДНР и ЛНР, и не понять в какой-то момент, что ты шутишь над тем, что это просто какой-то абсурд вокруг тебя происходит, очень трудно. А долгое время держаться в рамочках, вот мы как бы шутим, а вот этого всего не замечаем, и как бы долго так не нашутишься. Во-вторых, лейт-найт шоу — это формат с приглашенными звездами. Я знаю, что у нас вот в Украине было шоу, ну, определенный проект, интервью со звездами. Так вот, даже он закрылся в итоге в силу того, что просто закончились звезды в силу разных обстоятельств. Что уж говорить о непризнанной маленькой псевдореспублике, в которой, ну, кто там приходит в гости? Девушка, которая любит путешествовать, ну, по крайней мере, до того, как началось что-то на Донбассе. Насколько я понимаю, они вряд ли платят создателям форматов. Их вообще возможно за это наказать? Хоть как-то? Или просто никто не станет за это даже браться? Ну, как тебе сказать, карма их накажет, он что-то может произойти. Но, на самом деле, слушай, если люди на этой территории не считают ничего предусудительного, чтобы нарушить вообще все возможные законы, например, международного права, в том, чтобы нарушить все законы, там, украинской конституции, неужели ты думаешь, что для них слишком болезненно нарушение авторского права форматчиков этих шоу? Конечно, нет. Я не думаю, что кто-то рискнет попытаться, из форматчиков американских, значит, посмотрит оплот ТВ и попытается их, значит, засудить за то, что они используют бесплатный формат. Боевики используют как оружие буквально все, в том числе и, казалось бы, безобидные развлекательные программы, которые, возможно, влияют на сознание людей даже больше, чем уже поднадоевшая пропаганда под видом ежедневных новостей. Расплескалась синева, расплескалась... Можно сказать, что это от души. У вас есть шанс стать народной звездой республики, но это будет в следующем сезоне.